всем привет мне наконец-то появилась обновочка я давно уже хотела гриль приобрести и вот вот такой вот гриль redmond это умный гриль почему умный скажу позже наконец-то у меня появился в доме я вам показываю уже свою бытовую технику у меня много разной бытовой техники но я давно подумывала о гриле потому что на гриле можно жарить без масла на сковороду приходится много масла ложить масло мне например лично вредно ну и вообще но в принципе всем вредно на гриле можно жарить просто смазать смазывать допустим мясо маслом и не наливать вот как мы на сковородку обычно наливаем это масло ну вот наконец-то гриль я приобрела и сейчас я хочу вместе с вами его посмотреть на нем приготовить и посмотреть как он по уходу но я прочитала сначала инструкцию вообще инструкцию всегда рекомендую читать обязательно нужно ее читать перед первым использованием любого бытового прибора потому что чтобы не наделать ошибок и чтобы не испортить прибор и чтобы он дольше служил сейчас я гриль достану мы его осмотрим подготовим к первому использованию и приготовим куриную грудку в общем я выбрала самое легкое блюдо для первого случая а потом уже буду выбирать другие блюда и будем готовить вместе с вами ну вот это самая простая модель в общем выглядит она так на панели здесь регулировка мощности индикатор включения индикатор готовности здесь есть подсказки что мы готовим на каком режиме лучше готовить в общем и все вот это защелка это для транспортировки чтобы не открывалась крышка мы сейчас откроем и откроем сам гриль вот так это выглядит панель на нижней панели есть поддон для слива жидкости жира и и можно надо довольно вместительная и можно вытащить и для того чтобы помыть общем такая вот коробочка ящичек ну перед первым использованием рекой рекомендуется протереть всю панель дать ей просохнуть а потом ее включить в холостую и прогреть чтобы смазка удалилась вся и потом еще раз все протереть под воду его засовывать нельзя и использовать только в сухом виде никаких абразивных не использовать моющих средств и также губка только мягкой стороной если мы моем уже после использования но сейчас достаточно будет просто влажной тряпкой все протереть сейчас я это и сделаю перед первым использованием нужно также удалить все рекламные наклейки упаковочные материалы но я думаю что вот эта наклейка это скорее всего рекламная наклейка ее нужно будет сейчас мне удалить хотя она такая красивая удалять не хочется но так как это все будет нагреваться наверно лучше удалить интересно как она удаляется но она как-то очень хорошо сидит я не знаю я наверно тогда не буду и пока удалять посмотрим может быть потом удалю она в общем то не должна никак влиять на работу прибора дальше я протерла все панели все детали промыла ящичек вот этот вот все сухое теперь все высохло и кстати вот эта головка гуляет а гуляет потому что зависимости от толщины продукта и здесь можно еще использовать специальный поддон которым тоже можно запекать и вот это зависимости от высоты вот эта головочка будет как раз хорошо закрывать как крышка этот не поддон а противень такой высокий с бортиками так ну что перед первым использованием также написано нужно включить в сеть и произвести цикл нагрева для того чтобы там удалились смазочные материалы так что я вижу загорелась красная лампочка и здесь горит желтеньким то есть это прибор включен готовность его будет уже тогда когда зелененьким я так понимаю загорится в общем не написано какой цикл именно какой цикл нагрева то есть на какую программу включить нужно но это у нас of допустим я поставлю на он так как тут все будет нагреваться поэтому очень аккуратненько руками ничего не трогайте чтобы не обжечься во время приготовления будет пар горячий идти тоже нужно будет все вокруг убрать чтобы никуда не попал они ни на что декоративно так какой-то звук я слышу чувствую рукой тепло такое пошло выключить загорелась кнопочка щелкнула и загорелась кнопочка но я не думаю что это прогрелась для того чтобы смазка удалилась наверное нужно все таки поставить по больше температуру ну допустим вот троечка поставим на троечку и на одну минуту ну вот как раз таки одна минута прошла и отключилась лампочка загорелась в общем то я думаю что цикл прогрева мы уже совершили поэтому я сейчас выключаю на off и выключаю из сети и дам остыть прибору и потом я протру его влажной тряпочкой и он будет готов уже к эксплуатации пока панель остывает я подготовлю сейчас грудку это вот филе куриное в общем очень просто посолить двух сторон посолим ну чтоб грудка была сухая дальше специи для курицы беру просто обычную приправу для курицы так и чуть-чуть добавлю растительного масла ну оливковое масло у кого есть у меня растительное чуть-чуть для того чтобы смазать ее с двух сторон все и чтобы она полежала пока как бы как бы помариновалась смажем со всех сторон как следует я выбрала самый простой рецепт для первого приготовления чтобы сильно тут пока не заморачиваться я должна понять как работает прибор прежде чем какие-то сложные убирать уже блюдо ну что мои хорошие во время прогревания вообще-то я чувствовала запах смазки был прогревание закончилась я уже дождалась пока остыли панели и протерла их влажной тряпочкой в общем подготовила теперь вот эта грудка она уже готова она полежала немножко можно сказать замариновалась но и теперь мы включим на режим 4 и будем ждать пока загорится лампочка готовности сеть я уже включила вообще когда вы делаете уборку то нужно из сети выключать обязательно вообще на панели здесь есть подсказки вот единичка это разморозка двойка 5 15 минут то поддержание тепла вот картинки есть и температура третий режим это хлеб 170 градусов третий режим четвертый режим 200 градусов это запекать овощи колбаски рыбу и пятый режим это курица это стейки 230 градусов это максимальная температура в общем есть подсказки но еще есть мобильное приложение здесь кстати вот на картинке даже на наклеечки это видно мобильное приложение можно пользоваться телефоном android также ios подходит то есть скачиваете приложение и можно управлять приборами redmond можно управлять с телефона с мобильного приложения можно дистанционно можно таймер использовать срочку старта можно использовать поддержание температуры на разных приборах это очень удобно так лампочка загорелась нагрев уже произошел ну что аккуратно потому что здесь горячие панели в общем то я кладу закрываю крышкой если уготовить 18-20 минут крышки не открывать при этом вот прошло 18 минут ручка кстати это не нагрелась она вообще не горячая совсем я выключаю режим нагрева на пуф и откроем крышку посмотрим что там получилось опа вот такое вот блюдо сейчас я его на тарелочку хочу достать аккуратненько вот такое вот у нас получилось блюдо симпатичная не подгорело ничего так но сейчас дадим остыть и будем пробовать а теперь я панельки дам немножко остыть выключу ее из в сети и влажной губкой аккуратненько промою панельки в общем ничего здесь не пристало не прилипло ничего только вот как обычно на сковороде остается остаточки жира у меня даже ничего там не стекло потому что не жирное блюдо посмотрим как она в уборке будет в мытье вообще есть там подсказочка по уходу взять тряпочку смочить в воде отжать и положить ее на еще не остывшую панель на 35 минут это я думаю для того чтобы там от горячего не засыхала ничего а наоборот лучше отмачивалась главное чтобы вода никуда не попала внутрь гриля ну так три минуточки уже прошло посмотрим что тут получилось я это полотенчика в воду положу попробуем помыть мягкой стороной губки смоченная в воде ну только отжаты чтоб не текло с ней но в общем то нормально моется как обычная сковорода с антипригарным покрытием здесь уже все хорошо здесь можно чуть чуть больше смочить главное аккуратно не обожгитесь ну что трудности никаких по уборке прибора нету просто губкой смочили дали немножко откиснуть и вытерли тряпочка влажной вот и все все чистенько нигде ничего стол не нагрелся ручка не нагрелась все замечательно ну что мои хорошие закончили мы приготовление в общем вот такой вот получился у меня кусочек курицы она уже подостыла немножко я хочу ее попробовать я чуть-чуть отрезала отлично она сочная внутри мягкая прожаренная нигде ничего не течет прожарено именно не больше не меньше именно так как и нужно как и положено я довольно ну что я вам хочу сказать я очень довольна приобретением я буду готовить теперь на гриле следующий раз я еще хочу попробовать приготовить овощи свинину сделать типа шашлычок как на гриле знаете овощи там баклажанчик помидорчик там болгарский перчик еще хочу здесь запечь попробовать я думаю что между сковородкой грилем больше буду склоняться все-таки готовить на гриле что еще я вам хочу сказать ну в комплекте вместе с грилем здесь обязательно идет руководство по эксплуатации обязательно надо читать это руководство прежде чем начинать что-то готовить перед первым использованием нужно ознакомиться обязательно и вот я благодаря тому что прочитала уже узнала что как лучше ее помыть что влажную влажное полотенчика положить после использования чтобы она там чуть-чуть как бы пропарилась вот видите подсказочка такая я сама не догадалась но и что нельзя мыть абразивными материалами жесткой стороной губки для того чтобы вот это вот антипригарное покрытие служила дольше но это как на любой сковородке также не использовать ни вилки ни ножи ничего такого металлического деревянная лопаточка здесь еще есть гарантийный талон кстати гарантия два года идет есть еще тут талончик подарки можно разыгрывают подарочки тоже еще есть вот книга рецептов 50 рецептов здесь красочные такие картинки полностью какие ингредиенты сколько нужно положить описание как нужно сделать вымачивание есть внизу еще подсказочки в общем мне нравится здесь можно даже выпекать и выпечку делать вафли выпекать печеньки ну и в общем даже наполеон сделать нужно если еще приобрести специально такой есть противень для него и в него положите какие-то толстые куски там буженину делать что-то такое фольгой закрывать но это вот можно еще дополнительно много тоже рецептов есть но это не все это не все рецепты которые есть у них еще вы скачайте приложение на телефон от одного приложения можно управлять всеми приборами бытовой техники редмонд у компании редмонд не только гриль есть много других еще приборов вот такая брошюрка есть почему называется умная техника потому что вот есть приборы мультиварка чайник там еще вертикальный пылесос есть кухонные весы кофемашинка с кофемолкой вместе напольные весы и в общем вентиляторы обогреватели очень много приборов которые управляются с приложения а если это приложение скачать кстати можно скачать как на android так и на ios если приложение скачать то можно во-первых там увидеть очень много других рецептов которых здесь нет больше подсказок и можно с приложение управлять этими приборами то есть если вы допустим берете чайник чайник идет с подсветкой там есть режим поддержания температуры есть таймер а таймер есть только в приложении вы можете отсрочку старта сделать вы можете включить заранее и допустим у кого маленький ребенок и вам ночью нужно намешать быстренько ребенку смесь то чайник будет уже заранее включен и заранее будет в чайнике температура необходимая для этой смеси и когда вы спросу не встанете уже сразу раз раз намешали и все очень хорошо очень удобно у кого маленькие дети еще очень актуальные водонагревающие приборы также так как сейчас во многих домах вот как раз идет для профилактики отключения горячей воды кому-то может быть на дачу в какой-то маленький допустим маленькую квартиру студию можно приобрести водонагреватель но управлять кстати тоже и можно дистанционно с мобильного приложения даже находясь на работе в любом конце мира можно сказать вы можете через приложение включить либо отключить этот водонагреватель это очень удобно и например если вы уезжаете в отпуск когда приезжайте домой чтобы он не работал допустим полностью целый месяц чтобы не был включенным вы его можете выключить и также заранее там за час за два дистанционно его включите когда придете домой он уже нагревом воду очень удобно вообще конечно умная техника сейчас прогресс идет вперед я честно говоря очень удивляюсь и очень радуюсь тому что техника становится умнее и нам облегчает можно сказать жизнь создает нам удобство и комфорт это здорово кого заинтересовала эта техника заходите по ссылочке ссылочку я оставлю внизу заходите по ссылочке смотрите что там есть и приобретайте приборы которые облегчат вам жизнь кстати таких приборов умных которые действительно управляются с приложения лично я в магазине не видела вы можете заказать через интернет магазин redmond пройдя по ссылочке ну а кому мое видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока